Самая лучшая рыба, это курица. Намасте, друзья! Привет из Индии! Это 256-й фильм индийского блога. Мы с Мишей на станции Мадхура Джанкшн уезжаем из Мадхуры в Дели. Утром у нас из Дели поезд в славный город Харидвар. Мы сейчас возвращаемся в Дели. Там отдыхаем где-то часов 5, наверное, в гостинице. Комната у нас одна там осталась. И потом рано утром у нас поезд в Харидвар. А из Харидвара мы поедем в Ришикеш. Мое любимое место на севере Индии. С-6. С-5. Это один из быстрых, хороших поездов на индийских железных дорогах. Называется он Шатабди. Шатабди – это разновидность поездов сравнительно высокого класса, которые ходят на небольшие расстояния. Это сидячие поезда, в них такие аэрокресла, кресла, как в самолете. Но, на мой взгляд, эти кресла гораздо удобнее, чем в самолете, потому что расстояние между ними больше. Вот такой классный поезд у нас. Называется Шатабди. Шатабди, они все вот такие сидячие. Да. Как в самолете у нас крайние места. Вот здесь великолепно. Великолепно. Вот здесь опять же есть розеточка для зарядки. А что интересно, что видно вот эти стеклянные, где наши рюкзаки лежат сверху, вот эта багажная полка. Да, и все видно. Свет работает. И кондишечка. Подсветочка. Прохладно. Конечно, кондишка, прохладно. Думаю, что у меня здесь высохнет это все здесь по суше. Конечно. Я весь мокрый. Да, здесь это высохнет. А я уже высох. Ты еще не высох. У меня штаны не высохли. Вот они все мокрые. Вот эта штанина. Левая штанина еще более-менее, а правая она все мокрая. Вся еще мокрая. Да. Я уже высох. Ну, почти чуть-чуть. Ну, у тебя тонкие вот эти. Да, да. Я еще не до конца, но уже просох. Да. А здесь вот для днок есть, да, вот эти штуки, педали. Да, для воды. Столик откидывается. Это пейска для воды. Вообще офигеть. Вот Шатапти. Так он дорогой. Вот только на него и были билеты. Это самый дешевый вагон, наверное. Там еще есть какой-то крутой, круче еще в этом поезде. Фест-класс. Есть два класса. Вот видишь, все, мы поехали. Уже он простоял. Ну, конечно, не одну минуту он простоял, как написано. Но минуты три простоялось. Поехал. Намаскар. Ну, смотри, луна опять. Опять прошел дождь, и опять чистое небо, луна, звезды. Нам-то нам прикололось. Ну, и что? Ну, вот нам нас специально залило, видишь, специально. Мне бы не зазнавались. Мне понравилось. Мы на станции Нью-Дели Рейлвей Стейшн. Второй раз за сегодняшний день. Для тех, кто не посмотрел предыдущие ролики, еще раз объясню, почему так получилось, почему мы так активно путешествуем сегодня. Я покупал билеты на поезд, будучи еще во Владивостоке. Я хотел побыть во Вриндаване сутки, прежде чем уехать на север в Решикеш. Но получилось так, что во время покупки билетов я перепутал дату. Вместо 26-го я купил билет на 25-е. Получилось так, что во Вриндаван мы приехали всего на несколько часов, только чтобы оставить багаж. А здесь как-то и прохладно. Смотри-ка. Да, чувствуешь? Мне нравится. Паровоз, смотри, какой классный. Подсвеченный. Половина паровоза, муляж паровоза. С эмблемой Индии, с гербом. Ой, здесь тоже был дождь лежит. Конечно. Человек прямо здесь лежит и спит себе. Вот он, вокзал Нью-Дели красивый. Прям такой. Сал Нью-Дели вокзал классный. Да, еще нет 12-ти. 23.55. 54. Даже у меня часы вперед чуть-чуть. 23.52. Мы приехали очень быстро. Мы реально позакрывались. Но погода была не вовремя. Раннее утро в Индии. 6 часов, друзья. 6.15, ладно, 20, да? Да. 6.19. 6.19, друзья. Еще даже не совсем расцвело. Капец. Мы уже на вокзале. Ждем свой поезд. Иси-Киев, Иси-Киев. У нас завет Иси-Киев. Вот как. Вот прикольно здесь, смотри, как со столиком. Кому-то повезло. 23.24. Подожди, а, почему, что? 23.24 не у нас? Ну вот, стой, которая слева у тебя. Не на звездочку. Наоборот. Да, вот так. Опа. И все, он едет. А у нас вообще как-то странно. 23.24 или 24.25? Нет, у нас 24.25, по идее. Какой металл здесь, Олег? Здесь пятерка металл. Да вообще, в самолете это невозможно, конечно. Вот, с пятерки. Такое, все. Кондовое. Здесь капец. Вот, как велосипед едет здесь, складной велик. Спокойно поместился на багажную полку. Да, где-то чудесно бы проехал. Да. Смотри телек. А, да, и кранчик есть. Так он у меня не больше, чем, например, вон тот тут чемодан у людей. Еще сам едет. Ну, и не тяжелее. Ну, это что не тяжелее, это точно. Так, а я закинул, может, зарядочку поставить, телефон. Я зарядил бы, ну, так, да. Вот на этот поезд только были билеты, когда я покупал, еще во Владивостоке. Спросоник голос скрипит с утра. И все поезда были, ну, места не было. Только wait list. То есть, видите, в Индии такая система, даже если билетов нет, то их продают. Интересно. Что за прикол? Ну, если нет мест, то их все равно продают. Wait list называется. То есть, ты ждешь, пока кто-то сдаст. А, это чтобы как бы купить перед самым отъездом практически, если кто-то сдает свои билеты, да? Ну, не перед самым, просто перед самым отъездом у тебя может быть место, а может и не быть, да. Да, и ты можешь поехать, а можешь не поехать, получается. Ну, да. Если не повезет, то тебе деньги возвращаются. Но ты, конечно, никуда не едешь. Это называется горячий тур. Но такого нет, что нельзя купить билет. Даже если нет места, то ты все равно покупаешь. Такая система. Все для людей. Ну, что же у меня с голосом? Исследуем туалет в этом поезде. Пришла пора. Как здесь все устроено. Для мусора. Вот туалетики. Написано, что он свободен. Свет загорается автоматически. Супер. Все из нержавейки. Все из нержавейки. Даже мыло есть. Наверняка оно есть. Нет, наверняка его нет. Записывай. Все, мы поехали. Все, выезжаем из Делии. Гостеприимного нас провожает серое небо. Низкое, нахмуренное. Ночью был дождик, потому что все мокро. Ну, сейчас хорошая погода. Сейчас в воде все хорошо. А, нет, ну, что-то моросило там, да. Моросилка какая-то есть, мелкая. Мы, кстати, сидим около окна, которое является одновременно запасным выходом, в случае чего. Ну, в принципе, вот так можно проехать какое-то расстояние с двумя рюкзачками небольшими. Вот как я сейчас ехал. Нормально. Лямки настроить так, чтобы он не болтался здесь между ног. А, ну, или моют они, видишь, сразу. Дядечка моет. Сразу сейчас. Вон он моет, да. Я его из депо, по идее, да, чистеньким подумал. Ну, люди же натоптали, зашли. Это высокий класс поезд. Шатабник. Он дорогой, хороший поезд. Тут даже нет дешевых классов, в общем-то, можно сказать. Да, затоптали, сразу дядечка. Со шваброй пришел, потер. Воду носят, вот раздают. Смотрите, видите. У него написано на футболке IRCTC Indian Railway. Си средняя, не знаю что. Потом транспорт компани. Транспортная компания. Преодорожье. Да, через Си. Положим. Вот, действительно, просто бирюзки какие-то. Да? Я снимаю, как ты снимаешь. Подкрался там сзади, но снимает мой кранчик. Ну, в общем, держим путь на Харидвар, друзья. Харидвар святое. Одно из святых мест индуизма. Самых почитаемых в Индии. Там уже носят закуску. Ну, будут много носить, я так думаю. И никто ничего не платит. Это все включено в билеты. Все включено, друзья. Стоит этот билет в этом поезде 800 рупий до Харидвара. Ну, так. Наверное, если покупать где-нибудь в кассе билеты, то будет чуть дешевле, потому что оно еще Клир-3 берет деньги какие-то за оформление билетов. Ну, там немного. Вот он сок носит. Нас будут кормить постоянно, непрерывно здесь. Да, всю дорогу. Еда. Еда. Хай. Любопытка. Сейчас посмотрим, что нам дадут. Снек. Спасибо. Здесь печенюшка. Здесь находится чай, я думаю, да. Да. Чай. И сейчас принесут еще, сейчас принесут термос. Хазиабад. 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 Да, смотрите, друзья, окружающая жизнь. Люди живут своей жизнью простой. Да, так, кто куда. Ну, кто-то на работу. Ничего себе, она говорит, какой качественный. Да, 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 да. Смотрите, ну, тюки, ага. Мне нравится. Вот вон у него чаек. Классный. Чайник такой, да? Чайник. Смотри, какой. И он большой еще чайник. Ну, конечно. Алюминиевая, помнишь? Я думаю, я не успею купить у него чаю. Убегает он. Просто у него нет возможности развиваться. Сейчас вот, вид на меня, вот, Россия на данный момент, именно такое дело. Вот так вот. В курице у них тоже предусмотрено несколько вариантов еды. Друзья, в основном, предпочитающие вегетарианскую курицу. И есть какие-то там свои побачки. Что они там? Аплодисменты, да? И курицу. А, курицу, да. Яйца, курица, вакурица, если позволяет. Рыба. Может быть, хотя я люблю здесь ехать. Честно говоря, не видел. Нет, курица. Ага, ага. Самая лучшая рыба, это курица. Вот сейчас, в это время, в Индии, здесь, ну, вот такой вот в Индии, не в самых горах, конечно, есть. Можно почувствовать холод, помёртность, только в поезде. Конечно, дома. Мы ещё дома, Олег. О, вечь несёт, вечь, вечь, вечь. Отдай ему эту хрень. Спасибо. А, ну, это, что это? Это, да, посмотрим, что это. Типа тостика. Это тостик, и это что-то тёплое, я вижу. О, вот опять, амулбаток, как всегда. Как в самолёте. Вот эта паста. А здесь две котлетки. Нога. Нога, нога, да. Томата, кетчуп, нога. Нога. Окей, поедим. О, а тут что? Миксер фрук. Это джем. Джем. Это вот сюда, здесь намазываешь масло. Экзотик джем. Тихонь. Это вот такое принесли. А, тут что? Две каких-то типа... Котлеты? Кофта. Опа. А, картошечка и горошки. Что-то это... Овощное. Там картошка ещё. А, ещё картошка. А, ну да, такая-то. Две штучки. Кондишка дует, мне холодно. Утеплился. Тебе холодно, Миш? Да нет, не холодно так. Нельзя сказать, что холодно. Она дует на меня прям. Она чувствуется прям вот... Вот кондишка, вот она. Чай. Чай, кофе, кофе, please. Ну, кофе. Есть кофе, кофе. Есть. Кофе, кофе. Спасибо. Спасибо. Что это? Спасибо. А, ровно. Нет, нет, нет. Что мне дал пакетик? Смотри, лишние два пакетика. Нет, почему? Мне тоже. А два, да? Да, два пакетика. Ничего себе, два пакетика кофе, сахар, сливки. Пожалуйста, я птица ваша. А, вот он, шаров, вот сливки дают. Закормили вообще. Ну, сейчас вот с кофейком можно... Вот кофе, это получается уже четвертая, четвертый разнос. Нет, можно как бы за один прием пищи считать, может быть. Нет, 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 отдельно, мы считаем. Все как есть. Вот раз принесли, это отдельно. Давай. 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 Давай пить чай. Чайю пачку. Проверяет билетики. Дядечка. Этого дядечку, который проверяет билетики, зовут Дивендер. Дивендер. У него бейджик просто я прочитал. Да. То есть ты постоянно тут едешь и что-нибудь жуешь. Фактически тебе принесли, ты жуешь. Не спеша. И за едой незаметно проходит время. И ты не замечаешь, как приехал. Вот так. Люди вот читают. Вот такие современные ребята едут здесь. А они тоже снимают на сотовый телефон. Смотри. Еду. То же самое делают блогеры. Индийские. Он снимает на сотовый телефон, как он делает чай. А я снимаю и его, как он снимает, как тот снимает, так принимает чай. А Миша снимает меня, как я снимаю его, как он снимает то, как тот делает чай. Как из ничего сделать мед. Вот дом, который строил Джек. Вот пришел парень, и нам тряпка протер. Стол. Стол, столы все, да, сервис Но потом они будут ходить в конце поездки с тарелочкой Надо будет им кинуть там, кто сколько может, чаевые Так они впахивают, ну и как Быстро все так, профессионально, все знают свои функции Что куда нести, разносить, в какой последовательности Это тоже не просто так, конечно У меня еще третья есть, там большая камера И совсем маленькая на велосипед цеплять Четыре камеры с собой Это вот так, квадратная? Да, квадратная Это-то, помнишь, мы-то когда с Риной ездили, брали туда ее В Бомбее снимали на нее Хлеб вкусный так? Да, хлебом, да, это же хлеб Птичский хлеб, друзья, смотрите Он как пушок такой, как пух Немножко с чем-то добавлен Ну, может быть здесь мука ата добавлена Вот я пытаюсь разобраться по вкусу Может быть белая и вот эта ата смешана А может просто какие-то приправки их Да, вот кофе правильнее Наверное, есть еще вода Четыре встречаются в одну ветку Прикинь, а она оттуда-то не мать Мы на станции Харидвар Джанкшн, друзья Очень хорошо доехали Ах, велосипед По лестнице мне очень он любит Сейчас мы пойдем на местный автовокзал Он находится совсем рядом с ЖД вокзалом Чтобы добраться до автовокзала Нужно выйти из ЖД вокзала и пойти направо Потом где-то через метров 200 свернуть налево И вы увидите автовокзал Харидвар Оттуда можно уехать в Ришикеш Отсюда до Ришикеша 25 километров Здесь около вокзала рикши просят 600 рубий Чтобы доехать до Рамджулы, до моста в Ришикеш Это очень дорого Подальше от вокзала можно нанять рикшу За 300-350 рубий Миша Миша, старый Шиваид Вот мы и на родине На, на, на На, на, на Мы бы, если бы был второй велосипед Мы бы потихоньку доехали до этого Без всяких рикш Петали разложи Там кнопочка внутри Вот так должно быть ненормально Ну вот, видишь, ты на полусогнутых едешь Вот здесь, здесь хорошо, сухо и тепло Видишь, нету влажности Миша тут уже встроился на моем велике Поток движения Ха-ха-ха-ха Он очень низко сидушку опустил, он на полусогнутых едет Долго так не проедешь, надо, чтоб нога выпрямлялась Вот он автовокзал Но в Ришикеш автобусы уходят не отсюда А вон туда надо пройти, я так, насколько я помню Как хорошо, тепло и сухо здесь Миша, Миша нам в ту сторону В Ришикеш оттуда уходят они Только не прыгай по бордюрам на нем Итак, мы едем в Ришикеш вот на таком автобусе Это государственный индийский автобус Но об этом уже в следующем ролике, друзья Подписывайтесь на канал Индия Мэджик Ти Ви Добавляйте эти видео себе в плейлисты Делитесь ими в ваших социальных сетях Это поможет развитию канала До свидания, друзья Намасте Подписывайтесь на канал Индия Мэджик Ти Ви Подписывайтесь на канал Индия Мэджик Ти Ви Индия Мэджик Ти Ви